Привет, вы на канале Meledge. Сегодня я хочу в этом видео рассказать про свой проект Tell Me Why от SuperMod, на который я сделал ремикс. В свою очередь хочется рассказать про этот трек, потому что он довольно-таки уже старый, сам оригинал. Я его сделал в техно-стиле, наполнил довольно-таки интересными дизайнерскими штуками. В проекте я покажу всю ударную партию, басовую составляющую, как я это все сделал, мелодическую составляющую, покажу какие-то фишки, которые я использую в этом проекте, да и в целом в своей работе. Поэтому не будем затягивать и поехали в проект. Итак, вот мы уже в проекте. Сейчас послушаем отрывок небольшой из проекта. Конкретно я включу, ну как бы сделаем такую радийную версию. Начнем с брейка, послушаем первый дроп и дальше уже пойдем по проекту. Буду рассказывать, показывать, что и как я делал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, небольшие тут плагины начались в проекте, потому что он достаточно большой. Много плагинов, плюс я в этом же проекте делал сразу мастерных, поэтому начало все сушать у нас. Так, постараемся как-то это поправить, исправить сейчас. Ну думаю, суть в принципе понятна, там первую половину дропа послушали. Хотя вроде плагины все отключены на мастершине. Ладно. Первое это у нас барабаны. Что я здесь сделал. Основной кик тональный, который задает в 1,4 бит. Ну как по стандарту, просто прямая бочка. И у него здесь получается есть также басовая составляющая. И потом дополнительно дальше расскажу, что в роли баса выходит у меня. Звучит он как-то так. После 1 квадрата, пусть 8 тактов проходит, у нас выключается фильтр, который идет на мастере. Также потом покажу, что он делает. И включается уже основной кик, который у нас басит. Дальше второй слой идет топ-кик, то есть клик такой, который добавляет панча. Треку. В принципе, на него практически никого влияния не оказывает этот фильтр. Поэтому основная грубовая составляющая остается. Mid-bass. Здесь он в нескольких вариантах. То есть данный MIDI-паттерн прописан следующим образом. Такая последовательность звучит в оригинальном треке. И в треке от Медузы. В принципе, на что и был сделан упор. Мэдикс сделал свой ремикс. У него басовая партия также была сделана так и у Медузы в треке. Дальше потом по дропу он немножко меняется и принимает форму как у Псайдранса. Сейчас получается... А нет, я получается наврал. Ничего у меня здесь не меняется с этим мид-басом. Он также по всему треку у меня идет. Так, второй лэйер баса мидовского тоже. Во второй половине интро включается и также идет по тропу. Так, рамбл бас. Основной тембр, который задает сабовую составляющую в треке. Так, дальше по автоматизациям. Здесь на мастер-шине на всей группе висит фильтр от килогерца. Точнее, он висит на группе примастер. Немного я здесь не подготовил проект для обзора полного. Таким образом будет проходить все это. Так, получается, я как я сказал, он в первом квадрате убирает низкую составляющую. Вот мы можем видеть там буквально до 130 герц все срезает и дальше он отключается просто и уже у нас игра с басом. Дальше автоматизация внутри мид баса сделан на бас этот я сам накрутил долго перебирал пытался найти тембры мне ничего не нравилось решил сам сделать такой оксид бас он будет в моем сэмпл паке который я скоро со всем подготовлю в принципе там уже довольно-таки много накопилось материала поэтому ждите скоро все будет так автоматизирует здесь он в эту позицию тем самым увеличивает как бы волну эту то есть здесь она сжимается и получается тембр как бы идет на подъем такой небольшой по тональности и ну мне понравился такой эффект в принципе прикольно так довольно-таки звучит и там на протяжении проекта в дропах я его периодически там менял изменял каким-то образом чтобы добавить разнообразие так по басу этому все дальше идет еще один еще одна автоматизация фильтром котов на второй мид бас который постепенно выплывает в интер части и также я его потом в дроповой части автоматизировал следующим образом можно это все видеть на плейлисте в целом по драм партии все кончено хотя вот еще одна автоматизация есть перед тем как разрешится завершиться в интровой части в брейк у нас идет еще одна автоматизация по фильтру также килогерц я взял тот же самый фильтр просто огибающий немножечко у него поменял и он нас выплывает на степле тем самым убирает низкую составляющую у кика и у басов в принципе потому что висит он на ремастер канале куда все шины сходятся так все по ударке все закончили в принципе здесь ничего такого нету единственное может покажу вот еще по рамбол да басу тут убрал просто кликающую составляющую на сильной доли и по обработкам здесь эквализация идет срезал все что находится до 89 герц оставил сабовую составляющую и повесил сюда LF2 для того чтобы сайчинить под кик и не было никаких конфликтов по обработкам мидбаса так первый первый бас сейчас включим здесь также эквализация таким образом сделал подрезал сабовую составляющую чтобы не было конфликта с рамбол басом компрессия настройки можете посмотреть в принципе здесь особо нечего объяснять просто покрутил там ручки атаку не атаку как понравилось фильтр и сайчейн выглядит он вот так дальше второй бас мидовский он получается зароучен в первый бас но у него есть также и свои обработки фатуратор от килогерца тоже покрутил настройки немножко его сатурировал добавил такого дребезжания чтобы тембр немножко изменился и в миксе он добавляет такой сочности яркости блутый овердрайв это стандартный плагин в флки по сути является как преампом обычным и в то же время сатуратором есть ручка color есть сайчейн небольшой дилей настройки тоже можете посмотреть и эквализация срезал вообще практически все оставил там пару гармоний которые не были интересны для тембра и чтобы они не конфликтовали друг с другом два баса и по балансам тоже можете посмотреть все дело на микшере так теперь совершенно точно закончили с киками и с басами дальше переходим к ударным к барабанам хай-хэт ничего особенного в нем в принципе нет просто взял какой-то сэмпл которые были у меня в библиотеках настроил у него огибающую чтобы он был немножко покороче по обработкам он висит на шине трамс по обработкам такая эквализация также повесил фатуратор добавить гармоник дополнительных реверберация стандартным плагином FL-овским и сайдчейн чтобы убрать хвост немного от реверба который возникает при этом эффекте то есть сниму так без него в принципе можно было оставить так но там какая-то грязь появлялась мне это не понравилось я решил сделать такой небольшой ревер хвостик чтобы оставался дальше идет такой драм-луп в принципе стандартная схема действий в техно музыке такие свинговые немного хай-хеты по обработкам реверберация идет с такими настройками эквализация и также повесил сюда сайдчейн немного покрутил здесь огибающую как мне понравилось ставил в таком виде дальше в принципе все больше ничего здесь нет по шине обработки также эквализация здесь какие-то частоты вырезал прям таким очень жестким фильтром что-то здесь не понравилось добавил футуратора и болт овердрайв чтобы погромче все это дело звучало мелодическая группа у нас есть основной паттерн лидирующей мелодии уже в начале этого видео можно было ее слышать звучит она следующим образом по сути это оригинальная дорожка которая основная лидирующая мелодия которая играет в оригинальном треке просто я ее перебил снял так скажем с трека основного на слух и дальше в интро я ее как бы постепенно начал водить с фильтрациями и небольшими такими порциями добавлять вот и все это еще у нас обрабатывается фильтром котов сейчас посмотрим где у нас есть да вот он просто автоматизировал ручку котов и она постепенно как бы выплывает здесь почему сделал так для того чтобы как бы здесь он звучит получается где основная мелодия проигрывается он выплывает постепенно из фильтра а дальше все его реверберации дилей и какие-то остаточные звуки также начинает постепенно выплывать что дает прикольный эффект затем я выключил в не интро части а в брейке уже сайчей отключил вот этой ручкой вот она автоматизирована в нулевое положение вот можно видеть что кикстартер включается и убрал фильтрацию котов полностью раскрыл мелодию и она играет дальше по миксу уже начал также там с автоматизациями по ручке котов играться нарисовал примерно такой рисунок отдалил вот проект можно посмотреть как это все сделано здесь то есть в дропе у нас уже идет фильтрация этой основной мелодии чтобы создать такой небольшой вайп когда проигрывается один квадрат она начинает поплывать и снова мы уходим в фильтр дальше по обработкам на этой лид партии реверберация такая эквализация достаточно страшная для многих возможно покажется потому что здесь ну очень долго тоже ее настраивал пытался сделать более интересную более подходящую по тембру в этом миксе можете в принципе посмотреть побольше времени уделю чтобы на паузу на паузу можно было нажать и посмотреть что здесь сделано объяснять в целом здесь можно объяснить что-то но я думаю не стоит если у кого-то возникнут вопросы вы также можете написать это все в комментариях написать мне в личку в телеграме ссылки все будут под видео размещены и могу снять отдельное видео по эквализации почему здесь столько много всяких точек какие-то S и M написаны для тех кто не знает что это такое дальше идет Fruity Stereo Enhancer сделал он для стерео расширения немножко здесь просто добавил ему стерео картинки чтобы пошире звучало потом еще один стерео расширитель от килогерца просто он немножко точнее работает и более аккуратно все это делает и немного здесь подубрал эту ширину стерео вставляющая Amal Crusher с пресетом British Clean в принципе стандартный пресет немножечко тоже его подкрутил здесь для того чтобы увеличить громкость добавить каких-то еще гармоник яркости звучания наш фильтр который автоматизирован я его уже показал и kickstart с такой настройкой микс на 84% подкрутил так дальше во второй половине дроп у нас вступает пэт что здесь я сделал по сути это та же самая мелодия просто я растянул по аккордам немножко там какие-то ноты подвигал и сделал еще по то есть каждая нота она звучит с определенной громкостью опять же чтобы добавить какого-то разнообразия движения в этих пэдах пресет здесь из спайр я взял возможно что-то здесь крутил уже точно я не помню но настройки выглядят примерно так а да кстати забыл показать какой пресет в лидирующей мелодии тоже это спайр нашел плак какой-то из библиотеки зенхайз можете попробовать найти где-нибудь это все делали купить в папке транс тоже немного я его там подкручивал и по-моему с ревербом что-то делал и с дилеем в стандартном плаге пресете было много этого всего и я уже регулировал сам так это получается у нас дроп первая половина во второй части у нас уже включается во втором брейке начинается мелодия арпеджио который опять же сделала из миди паттерна пэдов в фл студии есть прекраснейшая функция включения автоматического арпеджио включается на следующем образом вы заходите допустим выставили какие-то там свои аккорды и горячими клавишами alt зажимаете плюс а у вас выскакивает такое окошечко а его здесь у меня не видно на видео в общем выскочит окошечко в котором будет написано piano roller арпеджио в правом верхнем углу у него есть такая стрелочка на нее наводите нажимаете и у вас выскакивает большой список с различными вариантами арпеджио там и в основном это все трансовые какие-то мелодии ну и я просто выбрал который мне понравился я выбрал пресет транс 2 вот также здесь есть и другие ручки которыми можно манипулировать менять там вот тайм ручку как можно видеть на пианроле что меня изменяет когда я кручу он меняется как бы расположение количество этих нот и так далее можно поставить по октавам чтобы это все разбегалось ручкой окошко range будет написано просто здесь мышкой крутите и все ну и здесь еще есть много разных крутила которые вы можете сами потрогать пощупать и поймете для чего все это дело нужно вот насколько я знаю можно еще сюда подгрузить свои какие-то пресеты я этим не занимался но как-то это можно наверное реализовать нужно будет попробовать самому тоже какие-то понаходить медиафайлы которые составляют такие мелодии так немножко отвлеклись дальше поехали опять же выглядит следующим образом я это все руками не прописываю вот все автоматически было сгенерировано пресетом так патч это этот в синтезаторе спайр также по своим библиотекам полазил нашел такой пресет 14 также можете посмотреть библиотека какая попробовать найти скачать где-то от ультрасоник достаточно популярные ребята которые поставляют как миди файлы сэмплы и пресеты и все остальное проект даже по-моему темплейты у них есть теперь послушаем мелодию она сейчас зафильтрованная потому что как бы она вступает в наш основной дроп точнее break так здесь первая автоматизация идет нас на mute solo это автоматизация включающая sidechain то есть один квадрат 8 тактов я ее выключил чтобы не было подкачки потому что здесь нет кика никакого просто идет одна мелодия этого арпеджио и все дальше вторая автоматизация это фильтр на котов я ее автоматизировал из самого плагина по-моему да вот можем в этом окне видеть фильтр что она увеличивается и раскрывается сам лид арпеджио и также здесь я сделал автоматизацию на реверп треку и у нас на канале с обработками висит почему я сделал именно так для того чтобы когда мы подходим ко второй половине нашего брейка создать такое небольшое движение это все относится опять же к созданию атмосферы в треке в принципе в современной сейчас музыке такие тенденции что каждый там 15-20-30 секунд то вообще должно что-то уже происходить постоянно какое-то движение что-то меняется слушателю нужно чем-то завлекать увлекать и привлекать внимание к этой композиции то есть если раньше там просто этот реверп мог бы там на протяжении всего трека играть и это бы звучало интересно и всем бы это было интересно сейчас так уже не работает нужно постоянно какие-то мелочи какие-то фишки добавлять здесь опять же можно слышать как работает реверберация то есть она по квадрату точнее так заканчивается и он как бы всплывает появляется потом резко отключается и появляется такое интересное звучание также здесь идет автоматизация по фильтру на протяжении брейка и дропа ну в целом все так теперь обработки какие на нем висят это реверберация и контроллер я его сделал для реверба для чего это нужно я также могу рассказать в отдельном видео и скорее всего я буду снимать про это видео пока зациклюсь на этом не будем второй реверб и такая вот эквализация ну и сайчейн на 93% от кикстарта в этом проекте возможно мною каких-то таких недочетов косячков но я делал его очень долго и не мог никак развить идею но пришлось релизом достаточно быстро и все это дело и там в течение одного двух дней я уже добил этот проект оставил уже вариант как есть в принципе звучало неплохо и звучит неплохо поэтому не стало больше здесь что-то добавлять оставил как есть дальше идем по элементам fx самое интересное это часть как я уже обещал как раз по созданию атмосферы в треке как можно видеть даже здесь больше всяких элементов чем там вместе взятых киков ударных и мелодической группе огромное внимание сейчас этому уделяется в современной музыке если в вашем треке недостаточно элементов каких-то фишек переходов атмосферных сэмплов либо же вы эти сами сэмпл делаете то трек уже теряет грув он неполноценно звучит у него нет какой-то изюминки поэтому здесь я проработал достаточно все внимательно четко и добавил большое количество эффектов начнем с первого из них это я взял сэмпл с пака кашемира такой амбиенс звук звучит он следующим образом по сути это просто ветер который он записывал где-то ну или не он его команда создает атмосферу делает трек на высоких частотах более таким насыщенным я срезал оставил это все дело от шумы для нижней середины баса то есть как бы здесь идет подкачка киковой составляющей и сайдчейн больше здесь обработок никаких нет и перевел это все в моно чтобы не было никаких искажений в нижней середине потому что по сути это тоже как бас идет второй амбиенс который я настроил следующим образом то есть по сути это какой-то типа импакт наверное вот и я его сделал тоже как подложку под бас даже кинул на группу с басами обработка здесь такая эквализация camel crusher сайдчейн и еще одна эквализация так и тоже перевел в моно сигнал дальше дем clap реверс нутой обработки у него никакой нету потому что он идет на подгруппу клэпов на которых идет уже отдельная обработка здесь реверп дилей компрессор и camel crusher звучит это так то есть у нас появляется после того как клэп подыгрывает у него еще появляется хвост который тоже в свою очередь создает атмосферу такую заполнение пространства и два клэп которые въезжают в нашу основную часть интро также я его расставил по длине всего трека во втором брейке я его расставил как такую разгонную часть билдап звучит это так по сути просто на сильную долю расставил клэп и немножко по квадратам разнообразил чтобы было движение вот дальше еще один элемент свипа от кашмира ну ничего особенного нет тут мы даже обработки не стоит показывать здесь уже как вашей душе угодно это все дело обрабатывается следующий свип реверснутый свип который сделан из этого свипа вот эта часть это получается мелодия последний такт основной мелодии который был сделан ну консолидированный я его просто в низмене перевел по сути в аудиосигнал и поставил тоже как въезжающую часть в основную мелодию первого брейка дальше такая штука как оксид бас бас либо какой-то лид не знаю больше наверное на лид похож прописал такие нотки у него по обработкам так у нас на 18 канале реверберация дилей и эквализация выглядит вот так поднял здесь немножечко в районе 2000 это чтобы вытащить эту резонансную частоту так как в оксидовых басах очень большую роль играет как раз вытаскивание вот этих острыми фильтрами резонансов даже в машинке которая идет синтезатор аналоговый от легендарной фирмы сейчас я тоже я по-моему у меня он есть синтезатор покажу как он выглядит tb303 или btr роландовская баса машина получается у него здесь также есть и небольшие как бы клавиши нотные он может включать арпеджио там ну то есть куча всяких пресетов можете тоже скачать он по-моему даже бесплатно есть на просторах интернета даже не взломан и не ломан и просто какие-то любители сделали эмуляцию этого плагина точнее этого же этого железного аналогового синтезатора дальше такой глич и взял его из пака сайт трансового какого-то что же для создания атмосферы для заполнения для какой-то фишечки небольшой белый шум сделал я его из вообще из билда из кашемировского пака мне просто в конце вот здесь понравилось элемент белого шума я его обрезал подрезал и сделал такую штуку тоже добавляет атмосферы интересности такое немного переключает внимание слушателя вот по обработкам здесь только реверберация и баланс я убавил потому что слишком громко было еще один ambience атмосферный луп от кашемира катакомбы звук какой-то каких-то катакомб по обработкам просто проэквализировал если в тех вариантах я оставлял наоборот больше нижней середины здесь я подрезал и вытащить постарался верхних частот они такие угрюмые хоррорное звучание и повесил еще сюда сайдчейн ну он играет по сути только в интро части опять же да вот не обязательно допустим если вы использовали какой-то ambience луп на протяжении всего трека пускать можно просто как элемент аранжировки его использовать в каком-то одном моменте даже там если это будет одна какая-нибудь секунда все равно это добавит неповторимости звучания вашего трека и даже те люди которые допустим когда-нибудь захотят попробовать реализовать вашу идею повторить ваш трек то скорее всего из-за таких вот небольших элементов ваш трек просто будет ну практически нельзя сделать и повторить что тоже прикольно в принципе возможно это не так важно но тем не менее стоит использовать такие вот элементы по всему треку добавляя их всегда разные и они будут звучать интересно в общей композиции дальше еще один лонг свип который реверс как бы мы входим в основную часть интро дальше он также по треку продолжается в некоторых местах еще один свип он уже у нас панораме ходит все это я брал из пака кашемира как-то там немножко обрабатывал менял чтобы не так очевидно звучало далее по треку посмотрим что здесь еще есть чтобы ничего не пропустить ну по расстановке я думаю не буду особо здесь показывать да как рассказывается слишком долго муторно и нудно довольно таки если опять же кому-то нужна будет информация о том как какой логикой я действую да когда расставляю именно в такой последовательности как это все реализовано можете написать комментарии в отдельном видео сниму или вы просто подскажу небольшим сообщением как это все реализовывается уже по структуре всей идеи трека дальше здесь опять же повторяется который было в интро части и добавляется еще один и обратите внимание что в первой половине брейка этого как нам именуется флутер но это свипа обычной по сути его не было во втором брейке я его уже добавил опять же добавляет интересную такую фишку то есть слушатели уже дойдя до второго брейка будет понимать что здесь что-то поменялось что-то отличает его от первой половины что возможно заинтересует его прослушиванию дальше вашей вашего проекта вашей песни как бы вы даете надежду слушателю что все-таки ваш трек не просто скопируем первую половину дропа и ставим во вторую а что-то все-таки там будет меняться дальше и развиваться ваша идея так ну в принципе по эффектам мы закончили показал как он звучит вот и дальше по треку я его использовал в еще одном месте это уже аутро часть опять же немножко его видоизменил здесь сделал такой фейт у него чтобы он более быстро затухал и не как во втором рейке все по обработкам эффектов никаких я по-моему не вешал там просто по отдельности каких-то я делал каких-то не делал все это опять же такие саунд дизайнерские штуки там можно что угодно придумать эквализировать главное помнить то что желательно если вы на каждом этом инструменте не делали допустим эквализацию то на группе этих инструментов желательно повесить эквалайзеры и срезать хотя бы до там ну условно 80 герц и уже по треку смотреть если там допустим у вас где-то в яме играет где нету кика где нету баса сабовой части там можно отключать этот эквалайзер если например это какой-то фил или там импакт который создает атмосферу да если вырезать эту сабовую часть то потеряется вообще смысл его использования поэтому тут уже такие частные случаи и желательно в принципе повторюсь на группу эффектов вешать эквалайзеров которого срезают в районе там 80 до 100 герц чтобы не было мути на протяжении всего трека потому что большое количество этих эффектов используется и в дропах и там где есть и бас и все остальное как-то так дальше группа вокала тут в принципе ничего такого по вокальной части нету по сути потому что капеллу я скачал не самого лучшего качества она не полная здесь кусочек лишь вот этого забывания так скажем пропевание нот да и ну просто для создания вайба какого-то чтобы отсылочка была к основному треку который оригинальный звучит это вот так ну и там на протяжении трека что-то меняется я там поавтоматизировал сейчас и дальше покажу что я конкретно сделал значит в преддроповой части когда уже у нас здесь начинается дроп вот 43 такта здесь я обрезал оставил лишь фразу tell me why вот и есть такая автоматизация лфо ту идем на канал с вокалом вот наш лфо ту я здесь выбрал пресет точно не помню какой по-моему какой-то из тремола для создания такого гейт эффекта вот его можно в принципе слышать если прислушаться да он как бы плавно так вытекает то есть его в начале фразы нет и он уже потом по мере его затухания там реверберация дилей этот эффект накладывается по обработкам на вокале это просто реверб настройки посмотрите дилей это не пресеты я просто выбираю предпресет там моно либо пинг-понг и дальше уже сам подкручиваю как мне нужно так на шине общий никаких обработок нет на вокале в целом по вокалу тоже все просто я его здесь разным способом расставил как мне по треку по агнеровке захотелось это сделать ничего здесь тоже особенного нет ну во втором дропе уже тут развитие этой идеи то есть в первом дропе не было такого открытого явного tell me why а уже во втором дропе я раскрываю эту идею добавляю 4 последовательные идущих друг за другом вокальных чопа и во второй половине дропа это меняется все дело и уже к аутро заканчивается на последней фразе tell me why так еще я хотел показать по мелодической составляющей как раз к тому что я упомянул развитие трека в первой половине получается у нас играла вот такая пози то есть обычный бит который был в разгоне в брейке потом там добавился спэд а вот во второй половине уже дропа кстати этого не было у медикса в ремиксе у него по моему там просто так же продолжается это одна мелодия там небольшие какие-то изменения в плане того что добавляется пэда и так далее я решил пустить это арпеджио которое во втором брейке так же и в дроп то есть у нас в принципе первая часть дроп первый дроп точнее отличается от второго сейчас послушаем нет мы не послушаем потому что все зависает и флка не справляется из-за записи оба ски сейчас попробуем небольшими кусочками такими послушать ну то есть примерно вот так да звучит то есть в первой половине просто мелодия у нас была во втором уже на сарпеджио добавляется все в целом по проекту я закончил показал рассказал что было теперь я хочу уделить немного внимания мастеринговой составляющей почему я не говорю сейчас про сведение сведение как таковое для меня оно пропало буквально ну может быть как полгода год потому что изначально я уже подбираю сэмплы которые качественно звучат которые мне нравятся которые я сразу же по тембру подбираю которые не нужно как-то там особо подкручивать докручивать они уже и так без особых обработок там максимум что нужно сделать это баланс выставить чтобы это все как бы в группе звучало более слажено да вот и основной упор я делаю на мастеринг хотя казалось бы нужно основной упор делать на сведение а мастеринг по сути это что это доведение до коммерческих коммерческого грубого разлучания то есть введение максимизация максимизация громкости трека но тем не менее работаю я в таком плане и то есть сведение уже в процессе написания трека я делаю не вывожу давно уже поддельно по дорожкам и не свожу там каждую часть потому что порой бывает так что начинаешь что-то сводить и звук просто перестает нравиться и приходится что-то менять поэтому это не всегда удобно вывести по дорожкам потом начать это все сводить и какая-то но небольшая загвоздка вылезет по проекту и придется все заново это перерендеривать ну то есть не очень хорошо в этом плане EFL конечно немного не справляется независимо от того какой у вас будет там компьютер с какими характеристиками самым последним железом все равно чаще всего происходит так что проект загружается когда большое количество плагинов и все начинает хрипеть даже если у вас будет супер там какая-то аудиокарта с минимальной задержкой все равно будут появляться искажения хотя казалось бы здесь проект не сильно большой я делал намного больше и там не было таких искажений то есть там все прекрасно работало ничего не трещало и так далее здесь проект намного меньше и много искажений появляется поэтому тут будьте тоже аккуратнее осторожнее используйте с умом плагины старайтесь в каких-то случаях где это возможно использовать стандартные плагины которые не так сильно нагружают вашу систему но выполняют ту же самую функцию если вы возьмете какой-нибудь озоновский либо от фабфильтра какой-то плагин так немного опять отвлеклись здесь получается я разделил на два канала при мастер шина у нас идет компрессия это эмуляция аналогового компрессора мастерингового от компании SSL реализован он в формате вейв плагинов уходит в пакет вейвовских плагинов чаще всего я его использую сейчас иногда еще проверяю такой плагин как firechild но одно время я прям на него подсел сейчас стал почему-то опять отказываться потому что он слишком сильно подкрашивает миксы и не всегда это нужно если нужно какое-то такое чистое звучание то есть без каких-то дополнительных гармоник то лучше всего использовать SSL он универсален есть куча его эмуляций плюс-минус они все работают одинаково для чего он вешается вешается он для того чтобы склеить весь микс который вы получили после сведения и добавить небольшой такой плотности звучания тем самым вы получаете более плотный громкий микс на выходе как я его настраиваю я выбираю чаще всего здесь в пресетах если нажать на кнопочку а где написано сверху выскакивает окошко с пресетами я выбираю мастеринг он сразу же настройками своими предустановленными устанавливается и я начинаю уже подкручивать но чаще всего это происходит следующим образом ручку релиза я обычно оставляю на авто максимум на 1,2 1,2 секунды в данном случае на авто оставил и еще кручу верчу ручку атаки либо же это 0,3 миллисекунды либо 10 миллисекунд в редкий случай когда использую 30 миллисекунд опять же это сделается для того чтобы оставить больше пространства для и пончевости для ваших ударных инструментов чтобы атаки транзиенты лучше выскакивали из трека но здесь мы выиграли за счет того что у нас имеется дополнительный топкик и за счет этого он в принципе не теряет своего груба когда мы уже максимизируем и выводим микс до конечного результата вот и ручку трешхолд я тоже подкручиваю смотрю по 2 метра децибел метру в районе трех оставляю там трех с половиной чтобы он где-то примерно вот до этого положения показывал вот и уже то есть ручкой трешхолд как раз я регулирую этот параметр и ручкой мейкап я либо убавляю чуть-чуть либо прибавляю но как правило в 3 децибела мейкап оставляйте и в принципе будет вам счастье главный параметр здесь по сути трешхолд просто до 3 децибел настраивайте все все остальное можно оставлять если прямо ну не разбираться во всем этом компрессии сведений и так далее и вообще для чего это нужно дальше идет озоновский плагин и мейджер у меня просто отдельного нету поэтому пришлось запускать сюда полный как бы пакет и отдельно добавлять мейджер для чего я сделал для того чтобы во-первых расширить немножко трек верхней части в середине а не за подсобрать чтобы они более такие в моно звучали включаете здесь ручку стерео выбираете либо первый либо второй вариант работы этого плагина в чем отличие опять же тоже это не тема для разговора сейчас в этом видео можете также посмотреть обзоры на эти плагины от официального производителя в тубе возможно я когда-нибудь дойду до того что буду снимать обзоры разбора этих плагинов показывать рассказывать что каждая ручка делает но тем не менее вот все что есть сейчас я вам показываю как я делаю то есть по сути он выполняет функцию просто расширения вашего сигнала дальше здесь фильтр я его уже показывал у нас включается там в интер части сутс 2 здесь я в принципе ничего особо тоже не меняю выбираю в пресетах захожу в папку с пресетами в мастер и здесь есть такой прекрасный пресет good for compilation albums выбираю его включаю delta сигнал и подкручиваю там ручку mix sensitivity shape sharpness английский мой великолепен и ручку depth все это регуляторы которые позволяют нам настроить его чувствительность как бы к вашему треку опять же здесь все по вкусу можно просто его повесить ничего не менять этот пресет и будет тоже неплохо в принципе дальше мой любимый плагин из лимитров это invisible лимитер от компании оам вам советую тоже его использовать здесь я выставил output gain то есть это наш по сути выходной сигнал выше которого не будет подниматься громкость поставил на 0.4 децибела почему для чего и зачем и как тоже сейчас объяснять в принципе не буду просто ставьте в таком положении и уже будет нормально все звучать и ручкой input gain просто разгоняете в трек до нужного вам звучания нужной вам громкости контролируя это либо плагином спан здесь чтобы увидеть как бы величину ваших люкс что такое люкс я думаю те кто уже давно в музыкальной индустрии знают что это за значение для чего оно нужно для тех кто не знает опять же возможно прикреплю ссылки под видео на статье где рассказывается показывается что это за параметр такой но если в целом то этот показатель более точно показывает выходной уровень вашей громкости трека в принципе сейчас все площадки цифровые уже ориентированы на этот показатель и есть у них даже свои требования предъявляемые к аудиофайлам по громкости там у ютуба условно минус 14 плюс у спотифай apple music там минус 13 и у каких-то площадок еще и там также они часто вот к этому параметру цельнг либо output gain уделяет внимание чаще всего это минус 1 децибел но в принципе делайте 0.4 и тоже будет нормально все звучать итак спан я его использовал как анализатор общего спектра чтобы картину происходящего и для анализа уровня громкости сейчас мы видим то есть без всех этих включенных обработок с максимизацией трека райта в минус 12 люпсов вот дальше на мастер шине я повесил вот такой плагин стереоскоп от компании melda зачем я его сюда повесил я проверял сайт канал то есть то что у нас звучит в стерео что у нас в минус части и дефолтная когда у нас уже включается и минус сайт вместе то есть обычные колонки 1 2 либо 2 1 вот где у нас есть стереокартина где есть лево право как я его использую треки сейчас я стал писать практически всегда на миде чтобы понимать как это будет звучать в моносигнале там на телефоне в каких-то колоночках небольших там допустим jbl какой-нибудь хотя они тоже сейчас уже стереосигналы выдают но тем не менее лучше всего мониторить с самого начала трек в мид канале так вы не ошибетесь так вы не пропустите каких-то элементов которые возможно в стерео будут звучать а вот в мид канале вы уже их не услышите а нужно добиться такого результата чтобы у вас все звучало и в мид канале хорошо и в стереоканале все звучало отлично то есть бывает так что мы можем в стерео услышать какой-то сигнал например хэд а когда мы переключаем в мид он просто теряется либо его тембр как-то искажается и уже неприятно звучит поэтому чаще всего лучше использовать мид настройку и уже когда вы доделали трейд до конца просто выключать его либо удалять с канала либо переключаться в стерео настройку также здесь спан опять же для того чтобы мониторить все происходящее на мастер канале и см экзоскоп он нужен для того чтобы посмотреть без рендеринга картину на выходе как бы нашей дорожки нашей колбаски так скажем для чего я его применяю ну опять же чтобы посмотреть картинку выходного аудиосигнала нет ли каких-то искажений явных там как громко играет хватает ли динамики не сильно ли пережата пережатость обычно по такому графику определяется следующим образом что у вас сигнал будет доходить прямо до верхней планки этого обзорного окна и там будет прямо резко срезанные атаки вообще весь сигнал в принципе будет превращен в такую долговатую штуку что сейчас чаще всего и встречается в электронной музыке вот но желательно до такого значения лучше не доводить использовать пусть чуть меньше вы разгоните трек по громкости но зато у вас не будет каких-то явных перегрузов не будет теряться динамика трека и так далее но опять же для того чтобы разогнать условно там до 5 люфт до 6 люфт вам нужно обратить внимание на ваше сведение на подход к сведению изучить большое количество плагинов как они работают для чего они как они устроены и так далее тогда у вас придет понимание того как нужно работать с проектом в целом как его нужно максимизировать чтобы получить нужный вам результат в целом проект я считаю разобран показал рассказал все что я сделал все что я видел в этом ремиксе показал свою идею как бы реализовав трек показал вам как это все сделано надеюсь вам понравилось подписывайтесь на канал если вы попали сюда неподписанным какие-то возможно рекомендации вылезли и так далее и вы зашли случайно если вам понравился такой формат то подписывайтесь на канал ставьте лайки комментарии пишите задавайте вопросы я обязательно на все на все вопросы отвечаю подписывайтесь также на мою группу телеграме ссылки я все прикреплю под этим видео и до скорых встреч пока до скорых